Сейчас, как проектировщик, я путешествую по свету, изучая чудеса строительного дизайна. На этот раз я собираюсь показать вам сооружения, которые меняют облик страны. Азербайджан сбрасывает с себя советское прошлое, намереваясь воздвигать более 30 сооружений за год в последующие 15 лет. Здесь происходит что-то радикальное. Я бы сказал, что мы создаем то, что будет нашим, начиная с изумительного культурного центра, вмещающего музей, библиотеку и концертный зал под крышей с самым крутым изгибом на свете. Вероятно, делать подобные изгибы — задача невероятной сложности. Чудовищной. И первых в мире башен в форме языка пламени. Эти 200-метровые сооружения из бетона и стали станут самыми высокими в стране. Сильный ветер. Порывы ветра достигают 140 километров в час. Уходит. Уходит. Но именно так создается новое лицо страны. Вы только посмотрите. Потрясающе. Дерзкие проекты Я в Баку, столице Азербайджана. Древней страны, расположенной на распутье между Европой, Азией и Средним Востоком. Азербайджан находится между Черным и Каспийским морями. Он граничит с Ираном, Турцией и Россией. Этот регион издавна раздирали конфликты. На протяжении большей части истории Азербайджана он находился под властью соседних империй. Исламской и советской. Именно в Баку появилась первая на свете нефтяная скважина. Более 70 лет он был оккупирован советами, которые присвоили половину мировых запасов нефти. Но в 1991 году с падением Советского Союза Азербайджан обрел политическую независимость. И сегодня, спустя почти 20 лет, в нем разворачивается борьба иного рода за культурную независимость. Следы советской оккупации по-прежнему присутствуют в городе с двухмиллионным населением в виде грубых, однообразных сооружений, занимающих более трети территории Баку. Все это было навязано посторонними силами. То есть мы занимали не место водителя, а место пассажира. Нас везли. Да. Такова, на мой взгляд, была история Азербайджана. Расставшись с прошлым, вы ищете новое? Именно. Здесь происходит что-то радикальное. Да, мы обрели уверенность в себе. Я бы сказал, что сейчас мы создаем то, что будет нашим. Полной решимости обрести новое лицо, этот богатый нефтью город, с двухтысячелетней историей осуществляет один из самых чистолюбивых строительных проектов. Затрачивая 6 миллиардов долларов в год, чтобы преобразить район, который в три раза больше, чем Манхэттен, всего лишь за 15 лет. И начинают с двух наиболее смелых проектов. Первых в мире небоскребов в виде языка пламени на самой высокой точке города. И культурного центра Гейдара Алиева, вмещающего музей, национальную библиотеку и концертный зал на 1200 мест. И все это под одной совершенно уникальной крышей. В этом сооружении отчетливо видно наше стремление к новому. Будь это здание в авторитарном стиле, с массивными колоннами, лестницей, оно бы вас подавляло. Оно как бы говорило вам, ты не что. То есть сама геометрия этого сооружения, динамика форм, часть процесса трансформации азербайджанской культуры. Именно, вы увидите во всем этом себя. Этот культурный центр уникален отчасти тем, что под одной крышей находятся в сущности три разного типа сооружения. Это музей, в котором посетители будут любоваться произведениями искусств. Это библиотека, в которой можно будет читать книги. И, наконец, концертный зал, в котором можно будет, скажем, послушать оперу. Возникает вопрос, как совместить под одной крышей три разных типа сооружения с разными задачами? Ответ. Архитекторы разработали сложную стальную решетку под названием пространственная рама. Тут не понадобятся большие колонны. Треугольные стыки пространственной рамы распределяют нагрузку посредством стальных труб, устраняя необходимость нижних опорных структур. Архитекторы изгибают пространственную раму в трех измерениях, позволяя полностью разделять все три сооружения. Пространственная рама — это изогнутый каркас в 4 гектара. Чтобы покрыть его, потребуется более 3600 панелей. Это один из наиболее сложных проектов крыши, когда-либо создаваемый. Сегодня устанавливаются две самых высоких панели, закрывающих проем на самом верху крыши. Это поразительно. Над библиотекой поднимается этот невероятный пик. Это самый верх арки. Именно эту часть мы сегодня устанавливаем. Да, это самая высокая точка. Самая высокая. Вы вовремя здесь появились. Бывали на такой высоте? Нет, я бывал здесь много раз, но не на такой высоте. Меня интересует вот что. На чем мы будем стоять? Такое ощущение, что стоять негде. Мы ни на чем не будем стоять. Мы прикрепим себя к трубам. Будем как альпинисты. Больше не за что держаться. Не очень понятно. Мне тоже. Вы вселяете в меня смелость. В таком случае нам всем крышка, поверьте. Здесь просто нет места для лесов. И люди маневрируют на высоте 80 метров в ожидании панели весом в 350 килограммов. Нас ожидает колесница. Поехали. Прицепимся. Идея так себе. Отличная. Скверная, но облаченная в красивую архитектуру крыши. Четверо рабочих должны установить каждую панель с точностью до сантиметра. Посмотрите. Отсюда отчетливо видно, что это за сооружение. Это изгиб, который идет вверх, потом вниз, закручивается и, наконец, вздымается вверх, как снежный склон, создающий этот удивительный верх сооружения. Посмотрите на этих людей. Четыре рок-звезды. Так, мы приближаемся. Приближаемся к вершине. Сильный ветер. Пусть подаст немного назад. Отлично, хватит. Сейчас мы ударимся. Порядок. Каждый кусок стальной трубы в 10 сантиметров толщиной почти как балка. А если поскользнешься, он вам поможет. Понятно. Подождите. На всякий случай. Я буду здесь. Хорошо. Так, только бы не свалиться. Да. Да. Нет? Остаться здесь? Да. Хорошо. Все нормально. Текен, у меня нет братьев и сестер. Ближе, чем Текен, у меня нет никого на белом свете. Мы говорим на разных языках, но я люблю этого человека. Эта секция крыши занимает около трех метров. Легкий ветерок на земле здесь превращается в сильный порыв до 50 километров в час. Совсем рядом, который поднимает панель на два метра. Вы только посмотрите. Потрясающе. На каждый угол панели необходимо надеть скобу с четырьмя болтами. Представьте, с какой точностью работают эти люди. Ведь создается не просто крыша. Это всепогодное покрытие. Это совершенно непроницаемая вещь, которая не даст воде проникнуть в библиотеку. Она будет находиться прямо подо мной. Теперь рабочие должны выровнять 15-сантиметровую панель с двумя верхними углами. Нормально? Нет? Один угол не совпадает на сантиметр. Панель уже не сделать другой. И тогда они загибают один из болтов. Не совсем подходит. С помощью трубы он всё исправит. Смотрите. Опускается. Это делает мой турецкий кровный брат. Получилось? Получилось? Да? Он полез наверх. Как видите, теперь эта панель покоится на пространственной раме. Арка закончена. Благодаря усилиям четырёх замечательных рабочих, рядом с которыми я имел честь находиться. Это Баку, леди и джентльмены. Прекрасно. Далее. Чтобы построить самый высокий небоскрёб Азербайджана. На максимум, да, используется один из самых удивительных кранов на свете. Как мне нравится этот кран. Необычная штука. Дерзкие проекты. Вопросы мироздания. Продолжается новым «Почему». Переживём ли мы атаку пришельцев? Астрономы. Военные стратегии и физики задаются вопросом. Что, если невозможное вторжение, станет возможным? А вдруг это будет только начало? Ведущая Мишеля Родригес. Не пропустите. Нападение пришельцев. В следующей серии.